всем большой привет мои хорошие начинаю новый влог сейчас вот стою у гладильной доски надо погладить бельем это знаете вот из серии что я делаю дома когда остаюсь одна что я делаю я вот глажу сейчас поглажу буду прибираться дома потом пойду готовить ну может быть останется время займусь немножко собой какие-то косметические процедуры может масочку баночку для ног ну в общем если останется время но наверное останется потому что сейчас только еще обед дети мои младшие уехали сережа работает а вот и я это думаю надо погладить потому что завтра завтра у нас запланирована поездка в хов может быть мы все-таки купим мебель мебель которую планировали мебель это громко сказано это всего пару шкафчиков не шкафчиков тумбочек короче все покажу вот и сейчас я глажу и думаю прокомментировать предыдущий мой влог общем я выложил влог там где про повестку удивилась комментарием удивилась и даже еще раз пересмотрела думаю что же я там такого сказала мои хорошие я у меня блог о семье о жизни простой домашний блок мирный без всяких политических агитаций и вообще вы я человека политичный я в этом ничего не понимаю вот я просто рассказываю как у меня дома у нас в семье вокруг меня что происходит не хочу судить не беру судить все вот эти вот политические решения и ну я вообще говорю я вообще в этом ничего не понимаю я никого ни за что нет вроде бы я в этом блоге ни за что никого не агитировал не за не против ничего я просто рассказала как у нас причем речь шла не о а мобилизации да а о срочной службе то есть которые практически каждый парень и должен ослужить в определенном возрасте у кого там какой вот а просто а военной обязанности для каждого парня ну у нас так стране заведено да и ну что я могу с этим поделать ни о какой мобилизации речи не шло что мы сын мой собирается туда это просто срочная служба вот вроде бы я даже по моему мнение свое там не высказывал говорю еще раз пересмотрела не нашла я слов где там высказывал какое-то свое мнение ни за ни против ни агитацию ничего этом вроде бы не увидела своем видео который пересмотрел еще несколько раз вот поэтому поэтому даже не знаю почему такие комментарии нет как бы понятно наверное потому что сейчас мысли у всех об этом вот но еще раз говорю я не агитирую не за кого не за чего просто рассказываю как у меня в семье вот я не хочу и про прививки тоже я вроде никому ничего не предлагала идти делать просто рассказал вот что мы делали мои хорошие кому не нравится я не уговариваю можете не смотреть не надо кому не нравится пожалуйста смотрите другие блогеров очень много их но все равно спасибо что посмотрели спасибо что прокомментировали особо ничего такого я оскорбительного не увидела поэтому никого не блокировала но если вдруг появится какие-то оскорбления в адрес меня или моих родственников я буду блокировать потому что я не хочу чтобы моем канале было какое-то такое какая-то политика какая-то ночью вот это тем более оскорбление в свой адрес зачем это мне нужно правильно никто не хочет вот еще раз еще раз повторяю я никого ни на что не агитирую у каждого может быть свое мнение поэтому я и так уже стараюсь как-то нейтрально ко всему подходить поэтому чтобы никого не задеть потому что мне это не надо я в этом ничего не понимаю вот ну и в принципе все больше говорить не буду ну в общем так сейчас пока ждем 18 число когда сын пойдет военкомат и узнать что дальше там завтра сереже дома помните может быть я вам говорила что в комнату к сыну хочу поменять мебель ну там тумбочка под телевизор и еще один комодик вот и вот мы хотим завтра мы уже ездили присмотрели хотим завтра съездить может быть даже купим единственная я все-таки еще сомневаюсь по поводу цвета этого не знаю как как будет смотреться когда вся мебель такого будет стиле лофт ну в принципе смотрел картинки фотографии похожих интерьеров с такой мебелью вроде ничего вот ну сын сыну нравится он выбрал вот это его комната пусть будет так ну в принципе все все что я хотела сказать вот сейчас сам буду продолжать свою работу домашнюю все все кому интересно такое видео оставайтесь со мной всем хорошего дня так я сейчас пришла уже на кухню немножко дома прибралась порядок навела и вот пришла готовить у меня здесь уже как раз разморозился фарш так буду варить супчик с фрикадельками давно не варила и вот буду добавлять сыр сыром сплавленным тут у меня два разных в морозилке смотрю лежат дума надо использовать вот такой значит сливочный и вот для соуса и супа положу и фрикадельки суп с фрикадельками в общем я в общем собралась суп варить мне приходит сообщение что комментарии новые появились под видео все под тем же видео про повестку про повестку и про прививку я там прививку то затронула просто сказала что сделали прививку все все про прививку этом вообще два слова сказала ну прям людей это очень задело что-то в общем корректные комментарии я оставляю но который же переходят на личности на оскорбление я буду удалять вот сейчас как раз один такой я удалила мне не надо знаете ли я не обязана читать это и мои знакомые и мои родные конечно будут недовольны и в общем я просто смеюсь такими комментариями я думаю вот люди точно вот заняться нечем я вообще не такой человек конечно и мне просто смешно читать такие комментарии но все равно всем спасибо большое что вы комментируете я даже не ожидал что это обычное мое простое видео так заденет кого-то что даже люди будут переходить на личности ладно в общем сейчас начну суп варить всунулась а картошки нет вот сейчас сбегала за картошкой как хорошо что у нас внизу магазин купила картошечки два пакета учете и купила вот такие макарошки бантики такие макароны такая вермишель обычно по 170 рублей а вот именно на эти было акция по 69 очень я решила взять и попробовать что это такие за макароны по 170 рублей в обычные дни почему тут сегодня на них акция интересно на вкус чем отличаются от обычных которые мы берем пятерочки а это я в мироторге взяла еще даже не начинала и потому что хотела картошку почистить сунулась нету вот побежала вниз удобно что внизу есть магазин в общем супчик у меня готов вермишель вот отварила вот эту вот которую купила ну она вообще не разварилась что мне понравилось прямо какая была и ношу хорошие вот хорошая вермишель и у остался фарш я вот решила пожарить картошечку там совсем было немного фарша на котлеты не хватило бы поэтому картошечку с вашему жарю мы в авто магазин зашли шины посмотреть и коврик нужно сереже а вот нет это не коврики за чехлы автомобиль мягоньки почем они тут такие цены разные написаны 1300 коврики для салона универсальные полиуретановые две штуки по две штуки две штуки это только один надо на переднее сиденье водительское очень ухты вчера говорит только заметил закат какой закат красный всем привет 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 на следующий день снимаю все таки решили мы поехать в хов и посмотреть что там есть в наличии если что сразу купим если есть наличие если нет закажем значит делаем заказ все съедем сегодня погода такая солнечная все вместе едем старшие дома с младшими вот этот у нас горнолыжный комплекс хотят сносить такой большой не знаю почему дорого обходится что ли может мало посещать не знаю как таракан огромный стоит мне так напоминает а и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аккуратно... Продолжение следует... 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 ого ничего себе класс ой какие цветочки интересные смотри это хризантинки блин ну короче это тут надолго и дать шины серёжа уже пошел там смотрит смотрю а коврики а сколько здесь интересно он четыре коврики четыре дешевый да целых четыре штуки 5 такие дешевенькие совсем дешевенькие ой они да никакой совсем качество другое мы лучше купили в автомире мне вот графинчик понравился он это тяжелый ой тоже какая красивая бутылочка мне такие нравятся интересные ухо большие ну вот я потерялась пока пошла на минуточку и потерялась где теперь они у меня не знаю кто-то видно как делает у меня уже голова закружилась честно говоря столько всего здесь рыба так рыба у нас тут у айры тогда дальше мясной цех суши рыбу нас посмотреть рыба ну короче напробовались колбасок всяких там прям для пробы лежат уже ушли оттуда перец так красиво разложен так здесь у нас овощи очень много овощей всяких разных в общем мы набрали даже весь магазин не обошли потому что это очень много и долго обходить потом придем на экскурсию и только дома надо покушать сначала перед этим в общем это очень огромный магазин мы даже наверно и 3 даже 4 части не обошли просто уже взяли то что почти то что нужно хлеб молоко туалетная бумага была нужна и купили ну естественно еще по пути там кое-что накидали дома покажу все купили чего только нет очень хорошее мясо рыба овощи не знаю хорошего качества цены цены разные есть и акции есть но огромный магазин классный придем как-нибудь дианочкой одни с утра придем чтобы никого не было народа очень много вот походим пару часиков до есенечки до садика пока это ее надо будет забирать покушаем только сначала потому что она голодный желудок все это разнообразие конечно хочется все сразу мясо попробовали колбасы попробовали лежат тарелочки для дегустации вкусно все вкусно и потому что ассортимент незнакомый то что не то что в пятерочке и в ашане перекрестки другой давидян название вообще там даже не знаю там сосиски какие-то колбаски вот так что сейчас едем домой вот наши покупки в этом новом магазине значит что здесь это для хот-догов булочки разные вот такие такие решили сделать хот-доги к ним значит сосиски это вот кстати сосиски глобус так и называется мы попробовали продегустировали вкусные сосиски и вот эти вот шпикачки по-чешски очень вкусные нам так понравились вот значит вот такой какой-то новый штрудель я даже такой не видела персик маракуйя ваниль будем пробовать сегодня короче нас праздник вот батончик ну батончик и батончик и значит это у нас что вафельные рулетики трубочки со вкусом сгущенного молока и это тоже сухарики посольские с изюмом с сахаре это все тоже взял у нас все свое взяли свои вкусняшки я вот эти люблю я взяла вот эти слойки слоеные язычки как из детства не знаю на вкус какие будут как из детства или нет сгущенка была по акции взяли молочком две коробочки еще значит тоже в морковь по-корейски глобус сами там они делают они прям так огромное производство что только они там не сделают и вот такой тоже после дегустации попробовали мы вот этот зельс продегустировали очень вкусный прям как будто вареное просто мясо очень вкусный так тоже сами они там делают батарейки и значит еще у нас тут пиво чувашской кстати вот это что содовая содовая кола господи набрали то и даже не видим и виски а вот еще туалетная бумага вот такая туалетная бумага тоже глоб они так вот другая ромашкин лук вот это значит у нас вышло на 4164 вот и скидка как раз в общем там карту мы взяли глобус скидка была сколько дяночка 640 640 рублей ничего себе вот так что ваши выгоды ваша выгода будет по карточку только что завели как получать зарегистрировали до активировали прямо тут же в глобусе и сразу вот такая скидка